В связи со вспышкой пандемии соревнования в этот раз проводились без зрителей и программа была урезана. Но к нам опять съехали сильнейшие бегуны страны. Тем более, что в это сложное для российской лёгкой атлетики время каждый старт дорогого стоит. Лёгкая атлетика в Оренбургской области – это базовый вид спорта, которым занимается более 6 тысяч детей и взрослых. И это здорово, потому что это самый доступный вид спорта, которым могут заниматься и взрослые, и дети. В утренней части программы традиционно состязались молодые и перспективные бегуны до 18 лет. После лаконичной церемонии открытия наступила очередь топ-спортсменов. Как никогда был внушителен состав участников в спринтерских дисциплинах. В беге на 60 метров с барьерами появились новые имена. Но всё равно быстрее всех, в том числе и брата, оказался уроженец Пскова Константин Шабанов. В гладком беге все ожидали быстрых секунд от лидера российского спринта Игоря Образцова. Ульяновец, как пуля, пролетел 60-метровку, установив лучший результат сезона в Европе. На аналогичной дистанции у женщин тоже улучшила европейское время москвичка Кристина Макаренко. Да, 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 это лучший результат, который я здесь показывала. Я ожидала, что я пробегу быстро, но я никогда не загадываю, потому что всякое может случиться. Но я очень довольна. Среднюю дистанцию 600 метров у женщин выиграла тулячка Екатерина Рейнджина. Она показала лучший результат сезона в России и лучилась радостью. Ведь помимо солидных призовых за первое место, организаторы вручили ей дополнительный бонус за рекорд. Первый круг был настолько быстрым, что я испугалась и тормознула второй круг. Потому что думала, еще уже третий, я вдруг не добегу. Но надо было, конечно, не тормозить. Но кто знает, уже что сделаю, то сделаю. Особое внимание, разумеется, было приковано к забегам, собственно, на милю. В финишной дуэли двух москвичек Анна Щагина на секунду опередила чуть не потерявшую шиповку любимицу публики Александру Гуляеву. А у мужчин, как обычно, вне конкуренции оказался 20-ти кратный чемпион страны, неувидаемый Владимир Никитин. Оренбургская миля, давно славящаяся своей организацией, в очередной раз показала отличные результаты. Анатолий Единич, Игорь Бероев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok